Всем привет! Друзья, новая рубрика на канале. Вопросы и ответы. Посмотрим, как зайдет. Может быть, она вообще будет неинтересна. Это, кстати, пробный шар. Перед тем, как начать зачитывать вопросы и ответы, я рекомендую, словами Высоцкого, ножик спрячьте, камень выньте из-за пазухи своей, перебросьте, перекиньте, вы хоть жерсть через ручей. Ну, а когда сообразите, что все пути приходят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Ну, это я просто, так, к слову, критики очень много, неуместной. Поэтому, ну, кому неинтересно, можете вообще не смотреть. Вот так я всегда говорю. Ну, давайте перейдем к нашим баранам, а именно к вопросам наших зрителей. Ну, самый первый вопрос, который, ну, самый, наверное, вот, наболевший. Это вот, почему инженеры считают своей главной задачей создавать вещи, которые трудно производить и невозможно обслуживать. Ну, честно сказать, этот вопрос меня тоже беспокоит уже на протяжении последних десяти лет. Но, мне кажется, здесь так вот двумя словами не ответишь, потому что это, скорее всего, философский вопрос. И люди ищут на него ответ так же самое часто, как и вот, что будет, если кинуть ломб унитаз, идущего на полном ходу поезда. Вот это примерно одно и то же. Ну, кстати, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Ну, а теперь давайте больше, ближе к нашим вопросам. Ну, вот такой самый популярный вопрос в комментариях. Зачем вы учите воров, снимая на видео, как открываются замки? Ну, во-первых, мы показываем, как открываются замки. Ну, какие-то там, конечно, нюансы проскакивают. Кто в теме, тот прекрасно понимает. Я, например, тоже, когда смотрю, как открывает мастер, и мне задача не стоит щелчки слушать, там. Задача стоит поймать какой-то маленький-маленький такой нюансик, от которого, в принципе, и зависит успех. Ну, поэтому часть зрителей и смотрит наше видео, перематывает, скриншотит, увеличивает. Ну, это реально интересно. Вот. Ну, а я хочу сказать, что мы не учим воров, мы развлекаем публику. Ну, как говорит, повесели публику, медвежатник. То есть смотреть, как открываются замки, это, ну, реально интересно. Вот. У меня даже был случай, я открывал одному человеку сейф, и он, короче, доплатил мне деньги только за то, что я ему разрешил смотреть, как я это делаю. Хотя я, в принципе, никогда не запрещаю, но он говорит, а можно я посмотрю? Ну, правда, очень быстро произошло вот это, как его вскрытие. Он даже не успел, короче, насладиться этим эффектом. Но это реально очень такое затягивает этот процесс, даже и того, кто открывает, и того, кто смотрит. Я, например, когда смотрю, как мастер настоящий открывает замок на сейфе, но я больше сейфом не занимаюсь. Я такой прямо вот в его руки, такое ощущение, что я прямо вживаюсь. Как будто это не он что-то там крутит, а я лично кручу, и я ощущаю все эти движения. Но это непередаваемо. Вот. Ну, вот. Третья, ну, такая вот, причина, по которой мы это все снимаем, это все-таки наша фирма Капитал Сталин, она занимается безопасностью организаций, ну, в том числе и физособ. Поэтому мы хотим, как бы, вам показать, что не питайтесь иллюзиями. То есть вы можете купить очень дорогую дверь, но поставить на нее очень плохие замки. А можете купить очень дорогие замки и поставить их на очень плохие двери. Но в дверях, в дверных замках, я сразу скажу, я не силен. Я могу только так, как умный дворник, посоветовать, но не навязывать сомнения. В сейфах, да, в сейфах. Как бы уже мы на них собаку съели, если повар нам не врет. Ну, и самое главное, для чего вообще это вот последнее время, вот, Бур снимает особенно очень много видео, где там скрывается тот или иной замок. Причем скрывается не слесарными инструментами, способом смирления, перелома, там, кто в теме тут понимает. А именно спортивным способом. Потому что, как для меня, вот эти все клюшки, вот эти всякие натяжки, вот эти все приспособы, это, ну, спортивный способ вскрытия. Не дай бог, конечно, если бы я был вором или вором, я бы в жизни бы не, в жизни бы не шел бы на дело с клюшками, там, с крючками какими-то, с натяжками. Ну, это не стопроцентный способ вскрытия. Бур, он может себе позволить идти на дело с такими инструментами. Хотя я, ну, больше чем уверен, если у него есть под руками хороший инструмент, он не будет пользоваться вот этими всякими крючками, клюшками. Это спорт, ребята. Вот, этот спорт, вот, называется он логпикинг, вот, в переводе означает злом замков. Во всем мире это не просто увлечение, ну, когда человек сам по себе сидит там, все ковыряется в тисках с замочком, пробывает, пробует, что открыть. Это реально стал один из видов спорта. Аматорский, конечно, вид спорта, ну, он не входит ни в какие там эти. Но, вот, собираются люди на спор, так сказать, кто быстрее, делают замки под один секрет, ну, чтобы были все по чесноку. Есть судьи, есть правила, есть зрители, вот, которые или своей такой безумной тишиной мешают скрыть, или своим безумным, короче, криком, ура, короче, мешают скрывать замки. И я хоть не профессиональный спортсмен, вот, Ассоциация Локмастеров Украины уже два, не, уже три раза проводила такие мероприятия. Последнее было самое большое в Харькове, Локфест. Я, вот, как бывший спортсмен, по плаванию, правда, я вспоминаю вот эти ощущения на старт, внимание, марш, и вот, когда ты плывешь, приплываешь первым, вторым, третьим, без разницы, ну, вот, адреналин, нервы, переживания, ну, все, как в настоящем спорте. То есть, вот, кто спортсмен и захочет заняться спортом по вскрытию замков, он поймет, что тут все без дураков, все по-настоящему. То есть, тот замок, который вы открываете, например, дома в тисках за пять минут на соревнованиях, он кажется таким сложным, что его нужно открывать, наверное, целую вечность. Даже бывали случаи, когда человек, профессионал, который закрытыми глазами, булавками может открыть замок, на соревнованиях он его не может открыть от слова «вообще», потому что его переполняют эмоции, нервы, переживания, руки не слушаются. Я, кстати, сам такой, я, Эльбор, не мог открыть второй оборот к своему стыду. Я его открывал практически десять минут, из-за чего я потерял, в общем, зачете время. То есть, это очень классный вид спорта. Надеюсь, он будет развиваться в Украине у нас. Надеюсь, будет больше сподвижников. Ну и вообще, ассоциация локмастеров Украины – это не только спорт, сподвижники. Это все-таки и большое количество знакомых, друзей, которые можете обратиться в трудную минуту, так сказать, помощь клуба. Потому что все знать нельзя, все упомнить невозможно. Но у вас есть всегда возможность зайти в группу или просто позвонить. Я, по правилу, просто звоню и спрашиваю. Вчера, например, не мог открыть замок. Я говорю, Саня, подскажи, такой вроде замок, а я его не могу. Он говорит, ты в дэшке пшикал. Я говорю, зачем? Пшикни, говорит, сувальдер склеились. Я пшикнул, он открылся. То есть, вот что значит поддержка клуба. Ну ладно, хватит про спорта. Сказать, вы специально эту тему подняли, вопрос-ответы, чтобы локмастеров Украины рекламировать. Вот есть еще такой вопрос. Но он как-то не звучит как вопросом, но он звучит как ответ. Что вот все замки легко открываются. Все замки от честных людей. Для воров, типа, преград нет. Но я вот так скажу, что все замки делим так, на несколько частей. Ну, первый тип замков, это для технического замыкания. Они тоже нужны, они недорогие, они бюджетные. И при, если подержать этот замок в руках, при минимальных знаниях, при немаленьких умениях и инструменте, да, он открывается легко. Вторая категория замков. Это уже том-замки. Это уже замки, у которых есть свои сервисные центры. Ну, это уже совсем другой сегмент замков. И они, как правило, ну и стоят в 10 раз дороже. И эти замки тоже открываются. Но открываются не так просто, как кажется. Ну, то есть, один и тот же замок, например, мы опять к мультилоку вернемся, да, там, мультилок 7х7, мультилок классик, да. Вот я в тиски вставляю мультилок классик, я говорю, я его умею открыть. Я открыл. Саня мне высылает 3 мультилока классик, и я их еще ни одного не открыл. Потому что боюсь сломать инструмент. То есть, в этих топовых замках самое главное, это что? Это шифр. Шифр или код, кому как больше нравится. Если код в вашем замке, цилиндре, ну, как правило, цилиндром, ну, или сувальдном замке, выставлен правильно, если вам повезло, то открыть его очень сложно. Вы можете сказать, а что делать, если не повезло? Вот купил человек, стоит человек, замок в дверях. Опять, возьмем простой мультилок классик. Просто я просто недавно перепрошивал. Достаточно взять ключ, цилиндр вытащить из дверей, прийти в сервисный центр. Это не обязательно мультилок, это касается любых топовых замков. И сказать мастеру, я вам доплачу, заплачу деньги, пожалуйста, пересыпьте мне начинку замка и сделайте новые ключи, так, чтобы код был очень сложен для вскрытия. И если этот мастер пытался когда-то открыть на сервисе свои замки, то он знает, какой код будет сложным. Что такое перепад высот, как сделать так, чтобы замок попадал не в один ложный паз, а в два ложных паза одновременно при попытке подбора кода. Настоящий специалист это знает. И он вам сделает такой ключ, вы уже обезопасите себя. Вот. Ну, это мы сразу так, главное, переходим к третьему вопросу, что вот как бороться с этими вот всеми замками, которые открываются, как вот с этим бороться, что делать. Но я так считаю, если надо писать, писать от печки, от дверей, если у вас двери хорошие, добротные, сделанные с качественным металлом, если у вас сама коробка дверная, тоже хорошая, сварная, не из жести, то нужно делать апгрейд замков. То есть, в принципе, фирмы по установке замков, настоящие фирмы, не такие, как я, что пришел, открутил болтики, прикрутил, а я там вот, я говорю, не, не, не могу. Но у нас есть специалисты на фирме, которые вам это сделают, поставят те замки, какие надо. То да, можно делать апгрейд дверей, выкидывать там в мотлах и ставить что-то посерьезнее, хорошие броненакладки, все остальное. Если двери у вас пальцем пробиваются, то ставить туда дорогие замки смысла нет, потому что жулик не будет, ну, такую говно дверь, пытаться там вскрыть при помощи, там, я не знаю, каких-то отмычек. То есть, ему достаточно две фомочки, чтобы отжать эту дверь. Ну, я бы, например, так сделал. Причем, воровские фомки, это не те фомки, которые вы привыкли видеть в супермаркете строительном. Такие крюки. Настоящие воровские фомки, они выкрукуются из ресор, там делается специальный градус, закаливается профессиональным медвежатским кузнецом, который только знает, как правильно закалить эту фомочку, чтобы она и пружинила, и не гнулась, и не лопнула, короче. То есть, в закалке весь этот секрет. То есть, как-то так. А если у вас вот все не так, то надо заказывать новые хорошие двери. И при этом, не так, что вот пришли в мастерскую и говорят, мы хочу новую дверь, а не вам так сразу прайс. Вот. Вы должны сказать, нет, я хочу вот заказать такую дверь, которую я хочу. Есть вот у нас, например, товарищ Рома, у него магазин в Харькове, мы снимали видео. Вот если к нему обратиться и сказать, Рома, я хочу классную дверь, поверьте, он вам сделает или чертеж, или насоветует, или под заказ сделает такую дверь, что там действительно никто не откроет. вырезать, поломать можно, все остальное, все можно сделать. То есть, как бы, цена, качество, вес дверей должны быть, ну, соответственно. Можно, конечно, поставить квартиру, дверь от банковского хранилища 8 класса, ее тоже никто не откроет. Но только вы такой дверью не сможете пользоваться. Вот, поэтому, все-таки, хороший специалист, это уже 50% успеха безопасности проникновения в жилье через дверь. Ну, как правило, можно проникнуть не только через дверь, ну, 90% проникновения для форточки, для двери. Кстати, решетки у нас в Украине классные делают, раздвижные. Вот это, что касается того, что, как с этим бороться. Ну, и еще один очень классный вопрос. Что такое воздух? Это уже, наверное, больше касается тех людей, кто тренируется открывать замки, смотрит видео, и бур постоянно говорит, открываем, открываем, даем воздух, открываем, открываем, даем воздух. Воздух, это, ребята, все очень просто. Воздух, это дать слабину. Когда вы нажимаете на пины, и вы их просто пережимаете, то есть они уходят у вас в ноль. То есть есть те пины, которые стоят в своем положении, а некоторые пины за счет трения, вот они туда ушли, а пружины их не выбросили в свое время. Поэтому, если вы отпустите натяг, то есть они выстрелят опять в рабочее положение, вы продолжаете работу. Как правило, это происходит, когда вы открываете, 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 потом нажимаете, нажимаете, и вот ничего не происходит в замке. Значит, надо дать воздух. Значит, вы где-то что-то передавили. Но опять же, я скажу, что там видео не построено о том, как научить открывать замки. Вопрос просто очень популярный, поэтому я на него даю ответ. Воздух. Это стопа как понесло. Зачем давать воздух? Дело в том, что три этапа, показывает четыре пальца, как евреи, и говорю, три этапа, которые должен научиться начинающий спортсмен. Это первый этап. Научиться давать постоянный натяг. Второй этап. Это научиться давать воздух. И третий этап. Это уже научиться играть натягом, чтобы обходить ложные пазы. То есть, вот как бы вот так. То есть, начинаете с постоянного натяга, чтобы он не был ни сильнее, ни слабее. То есть, у вас давление должно быть одинаковое. Потом воздух. А уже третий этап, самый сложный, это обходить ложные киты. Но опять же, на нашем видеоканале вы не найдете секретов мастерства по вскрытию. То есть, может быть, где-то подсмотрите внимательно. Это да. Но в открытую мы такой информации не даем. Так что, простые пользователи могут быть спокойны. Воров мы не учим. Но это сто процентов. Вот. Ну вот еще я часто своим друзьям говорю, которые смотрят видео, говорю, ну блин, опять все по законам Мерфи. Все по законам Мерфи. И, вы знаете, недавно одному своему тому варюшу, который делает двери, сам варит двери, занимается слесаркой металлической. Тоже вот это в сердцах что-то у нас там не получалось. Говорю, ну блин, все по законам. А он говорит, кто такой Мерфи? Что за законы такие-то? Мерфи. И тут, короче, я понял, что оказывается, законы Мерфи знают не все слесаря, не все инструментальщики, не все инженеры, вообще, ну не все люди, которые занимаются чем-то таким вот интересным. Поэтому я решил вам просто рассказать. Мерфи это такой реально был живой инженер. И что-то он там делал. И из двух вариантов, вот если взять, допустим, красный провод или черный провод, то всегда вот перережут тот, который не надо. По закону подлости. Вот если надо выбрать, вот сказать, вот черный не режь, только красный, то порежут черный. Вот. И вот он тогда понял, что закон, у нас его называют проще, закон подлости. Но закон подлости ничего не имеет общего с законами Мерфи. То есть закон бутерброда, закон подлости, это так себе. Мерфи это намного круче. Вот. Ну, я себе позволю несколько сделать этих, как его, выражений Мерфи. Вот, например, если что-то может пойти не так, то оно пойдет не так и дальше будет еще только хуже. А вот это я люблю всегда повторять. Работа растягивается на то время, которое вы ей отведете. Например, если вы не поставите сразу себе ограничитель времени, например, я должен открыть этот сейф за 15 минут, вы, может, провозитесь больше 15 минут, но вы его откроете. Если вы ограничитель времени не поставите, сказать, я должен открыть этот сейф и все, то вы будете открывать его сутки, двое, трое, могут вообще никогда не откроете. Должен всегда быть ограничитель времени. Вот, ну, тоже вот это, ну, как законов подлости, если, как его, что начинается хорошо, заканчивается плохо, что начинается плохо, заканчивается еще хуже. Всякое новое решение, когда вы вот что-то делаете, плодит новые проблемы. Ну, еще несколько выражений. Это по поводу последнего, предпоследнего видео, где мы делали, пытались сделать дырку в сейфе. Там был миллион комментов. Так я вот хочу вас успокоить. Если бы у нас получилось, вот как говорит Фингейл, если эксперимент удался, то здесь что-то не так. А он у нас не удался. Значит, мы все делали. Правильно. Ну, дальше тут, что еще такое. Из всех неприятностей произойдет именно та ущерб, от которой больше. Ну, это вот кто сверлит, пилит, наверное, понимает меня. Если работа проваливается, то всякая попытка ее спасти только ухудшает дело. Что там еще интересного? Ага, вот, если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно. Если на вид она трудна, значит, выполнить ее абсолютно невозможно. Любую работу, как следствие, выполнить абсолютно невозможно. Но, давайте на сегодня ограничимся этими вопросами. Пишите в комментариях. Мы обязательно через недельку, через две насобираем опять вопросов и сделаем еще раз вот такое вот обзорное видео. И тем людям, которые там на форумах пытаются что-то обсуждать мою сторону, я вам вот скажу, скажу так, вот поймите же вы наконец, что инженер славен не тем, что умеет он открывать замки или не умеет. Инженер славен тем, что он никогда не врет. Поняли? Ну ладно. На этой ноте мы заканчиваем этот какого-либо блиц-крик вопрос-ответ. Всем пока. Мирного неба над головой. До встречи. субтитры создавал DimaTorzok